всем привет я продолжаю рубрику разный велотуризм и сегодня речь пойдет о кругосветки кругосветное путешествие на велосипеде является самым захватывающим самым интересным и самым незабываемым видом туризма объехать на велосипеде вокруг земного шара задача не из легких давайте разберемся что можно считать кругосветкой есть три критерия 1 кругосветка начинается и заканчивается в одной географической точке второй критерий во время кругосветного путешествия пересекаются все меридианы и третий критерий это путешественник должен минимум два раза пересечь экватор то есть побывать в обеих полушариях придерживаясь экватора велопутешественник пересечет только два материка африку и южную америку и ряд островов индонезии сухопутно на велосипеде получится проехать всего лишь около 10 тысяч километров остальной морской путь в 30 тысяч километров пересечь на самолете вроде бы все условия соблюдены а как же другие континенты поэтому организация союза кругосветчиков россии предлагает дополнительные условия какие же первое километраж путешествия не должен быть меньше 40 тысяч километров то есть превышать длину экватор второе на маршруте должно быть две антагонистических точки те что можно соединить мысленно прямой линией проходящий через центр земли таких мест на суше немного это специальная карта антиподов то что находится с одной стороны планеты красным цветом а то что противоположное ему с другой стороны желтая и только те места которые совпадают являются антиподами они коричневого цвета как видим тех мест которые пригодны для велопутешественников очень немного это юг южной америки который совпадает с частью восточной сибири частью монголии и частью китая для велопутешествия антарктиду мы не берем во внимание чтобы выполнить это второе условие нужно проехать по югу южной америки китаю или восточной сибири ну и третье условие это проехать 6 континентов европу азию африку северную и южную америку и австралию да и в каждой из них нужно намотать не меньше тысячи километров интересно что у разных организаций условия различаются то есть не могут сойтись во мнении что же такое кругосветка первый кто осуществил кругосветное путешествие на велосипеде это был томас стивенс он отправился в путь 22 апреля 1884 года и вернулся с кругосветного путешествия 17 декабря 1886 года за это время проехал 13 тысяч 500 миль что в километрах 21 тысяча 600 километров земной шар он объехал на велосипеде пенни фартинг у этого велосипеда переднее колесо в пять раз больше чем задние томас был простым человеком он был не богат и отправился в путь с ничтожно малой суммой денег и снаряжение у него была сумка на руле в которой лежали две пары носков одна запасная рубашка плащ-палатка и спальный мешок в кармане томаса лежал револьвер смит в сон 38 калибра следующее путешествие вокруг света на велосипеде совершил подданный российской империи офицер они сим панкратов 10 августа 1913 года он закончил свое путешествие которая длилась два года и 18 дней преодолел 50 тысяч километров велосипед у него был гритцнер интересно что он за время своей поездки сменил 53 покрышки 4 седла 2 руля 11 цепей и 750 спиц с того времени очень много велотуристов совершали кругосветное путешествие на велосипеде у них были разные маршруты и разная продолжительность пути самая продолжительная кругосветка у владислава кетова за 21 год и 21 день он проехал на велосипеде по контуру четырех континентов 167 тысяч километров не был только в австралии и антарктиде не пересекал морей и океанов в америку попал через берингов пролив а в африку через советский канал испытывал усталость жажду и голод однажды даже пришлось съесть ядовитую змею до него совершали только кругосветки протяженностью 40 тысяч километров а самая быстрая кругосветка это 78 дней 14 часов и 14 минут расстояние 29 тысяч километров эту дистанцию проехал шотландец марк бомонд это мировой рекорд 2017 года марк передвигался совершенно без груза ехал он по 16 часов в день в среднем 386 километров его сопровождал автомобиль трейлер с командой врач диетолог веломеханик и менеджер в общем это заслуга целой командой обеспечивающей осуществление этого рекорда но меня больше потряс другой рекорд кругосветного путешествия на велосипеде это англичанин майк холл он совершил свое путешествие за три месяца 91 день за ним не ехал автомобиль целой командой поддержки все необходимое для путешествия он вес сам он спал спальники и ел придорожных кафе майк был один для связи у него было только мобильный телефон он проехал 29 тысяч километров и в среднем 318 километров в день ехал он на карбоновом циклокроссе с карбоновой вилкой и карбоновыми ободами вес всего велосипеда с багажом был 18 килограмм майк рассказал что все предыдущие велосипеды с алюминиевыми хромолебденовыми и титановыми рамами рано или поздно лопались а этот велосипед выдержал все нагрузки он также добавил что единственное чтобы я изменил в этом велосипеде так это поменял бы вилку на амортизирующую вот такое мнение у рекордсмена кругосветчиков рекорд и ставят серьезные спортсмены а для них это всего лишь соревнования кто быстрей и кто дальше большинство живого туристов совершающих кругосветку делают это ради того чтобы посмотреть весь мир собственными глазами среднем такие путешествия длятся около трех лет сколько таких путешественников неизвестно потому что они нигде не регистрируются но некоторые ведут свои блоги и некоторые снимают видео для youtube а когда смотришь такие путешествия как бы сам участвуешь в них и очень интересно переживать те эмоции которые переживал сам путешественник в такой кругосветки есть время посмотреть достопримечательности той или иной страны и пообщаться с людьми всего мира пример такого велотуриста это лия болтенко он выехал с города сочи и сейчас уже в марракеша такие вела кругосветки совершают и семейные пары пример ярына и владимир из украины выехал с киева за 16 месяцев доехали до сильные австралия там у них родился сын маркусик когда он немного подрос семья уже втроем отправилась дальше на велосипедах колесить мир получается даже с грудным ребенком можно путешествовать в кругосветки советую посмотреть их канал он называется двухколесни хроники и еще хочу добавить кругосветка не всегда совершается беспрерывно некоторые проезжают ее поэтапно то есть по частям например каждый год по одному материку в перерывах на самолете возвращаются домой где отдыхают и набираются сил для продолжения путешествия первые велопутешественники такой возможности не имели зато сейчас это стало возможным весь мир у наших колес